Здравствуйте, я Наталья Макдональд, представляю вам прямое включение из Сиднея на Дукаскопе ТВ. Мы обсуждаем с представителем финансовой сферы актуальные темы и события, которые могут повлиять на рынки. На этой неделе в Австралии начало работу новое правительство. Малкольм Тернбулл занял пост премьер-министра, а Скотт Моррисон стал новым министром финансов. Но что все это означает для сферы бизнеса в Австралии и для экономики в целом? Об этом я пообщалась с Эндрю Брагом, главой стратегического отдела в Комиссии по финансовым услугам. Эндрю, спасибо, что согласились пообщаться с нами. Спасибо, что пригласили меня. Итак, сегодня мы поговорим о перестановках в правительстве. Начнем с верхушки. Текущий премьер-министр Малкольм Тернбулл – это четвертый премьер в Австралии с 2013 года. Это уже немало. Как эти перестановки отобразятся на сфере бизнеса и на уверенности потребителей? Большое количество премьер-министров, которые сменяют друг друга, означает, что в текущей ситуации ничего нельзя сделать или ничего нельзя достичь. Примерно сто лет назад, в первые 15 лет членства Австралии в Содружестве, у нас было около 10-12 премьеров за 15 лет. Мы сейчас переживаем период повышенной волатильности. Но как только нам удастся найти подходящего лидера, мы сможем начать изменения в экономике. И главное различие предыдущей администрации от текущей – во взглядах на экономические реформы. Мы полагаем, что у нового премьер-министра будет достаточно профессионализма и решимости для проведения экономических реформ. Также недавно был назначен новый министр финансов. Как вы считаете, какую стратегию выберет и какие реформы будет внедрять новая администрация Тернбула? Правительство больше не управляет экономикой. Министерство финансов может только оказывать давление на определенные рычаги. Мы полагаем, что в первую очередь правительство займется госбюджетом, налоговой системой и торговой политикой. Это три основных момента. Это те три рычага, на которые министерство может оказать давление. Мы полагаем, что под руководством Малкольма Тернбула и с помощью новой команды Министерства финансов, которая включает Скотта Моррисона, Келлиота Уайи и Алекса Хоука, может быть разработана программа изменения госбюджета, проведения налоговой реформы и усовершенствования торговой политики. На данный момент один из вопросов, которыми занимается Комиссия по финансовым услугам, это соглашение о свободной торговле между Китаем и Австралией. Кажется, что сейчас в публичной сфере присутствует большое количество неверной информации по этому поводу. Расскажите о ключевых преимуществах данного соглашения. На данный момент 80% нашей экономики составляют услуги. При этом они отвечают всего за 17% от общего объёма экспорта. Экономика нашей страны всё ещё в значительной степени зависит от экспорта ресурсов и продукции сельскохозяйственной отрасли. Соглашение о свободной торговле с Китаем не устранит пошлины на торговлю ресурсами и сельхозтоварами. Но после подписания соглашения китайский рынок будет открыт для экспорта услуг из Австралии. Это могут быть профессиональные и финансовые услуги, а также образование и здравоохранение. Что касается финансовых услуг, то после подписания этого соглашения наши менеджеры фондов смогут попасть на материковую часть Китая и получить доступ к местным рынкам, а также получат возможность инвестировать в китайские активы и составлять портфели, которые можно будет продавать за пределами Китая. Это первое подобное соглашение, которое Китай начал обсуждать с крупным финансовым центром, таким как Австралия. Мы полагаем, что это отличная возможность для обеих сторон. На данный момент мы ожидаем ратификации этого соглашения от парламентов. Учитывая замедление темпов роста экономики Китая, как Австралия может использовать связанные с этим возможности? И какими должны быть следующие шаги Австралии для построения эффективной торговой инфраструктуры? Если говорить об отмене пошлин на скот, свежее мясо и другую сельхозпродукцию, а также на ресурсы, то это произойдет в определенный день, и в этот день эти товары массово начнут попадать на рынок Китая. А вот в сфере финансовых услуг потребуется несколько месяцев, а возможно и лет, для создания необходимой инфраструктуры, которая позволит нашим менеджерам фондов полноценно выйти на китайский рынок. Пока что в Китае ее нет, и для ее создания потребуется немало времени. Риск состоит в том, что пока мы обсуждаем, хотим ли мы создать зону свободной торговли с Китаем, другие страны уже пытаются получить то же самое. Это касается ЕС, Японии и США. Пока что ни одна из этих стран не смогла достичь такого же результата с подобным соглашением. Но они будут активно работать в этом направлении. Нужно просто задуматься о фундаментальных показателях. В 2030 году в Китае средний класс будет насчитывать примерно 1 миллиард людей. И им нужны будут различные услуги, которые мы сможем предоставить. На данный момент тот факт, что мы первые начали обсуждение этого вопроса с Китаем, дает нам колоссальное преимущество. Потому и полагаем, что парламент должен вскоре ратифицировать это соглашение. Эндрю, спасибо за ваши комментарии. И вам спасибо. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас еще множество эксклюзивных интервью из сердца Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.